Доброе утро, дорогие друзья! Утро пятница на канале Россия 1. И сегодня в нашей программе мы расскажем о том, как приготовить вкусное и полезное лакомство. А также узнаем, кто сегодня живет с уверенностью в завтрашнем дне. Середина июля. Лето в самом разгаре. В эти жаркие дни особой популярностью пользуются разнообразные напитки и, конечно же, мороженое. Его любят и взрослые, и дети. И правильно, потому что он не только вкусный, но и полезный. В нем содержится масса полезных веществ и витаминов. Кальций, фосфор, железо, цинк, калий. Потому что в нем очень много молока и сливок. Сегодня рынок предлагает нам огромный ассортимент разнообразного мороженого. Что же делать, спросите вы? Приготовить его самим? Тем более, что это не так уж и сложно. К чему убедилась наша съемочная группа. Итак, дорогие зрители, вкусное и полезное мороженое мы сегодня будем готовить со Светланой Исаенко. Это знаменитый кондитер, который умеет абсолютно все. И ее внучка Анастасия. Анастасия 8 лет, правая рука бабушки. Ну что, начнем. Итак, Светлана, расскажите нам, чтобы приготовить вкусное мороженое в домашних условиях, что нам понадобится? Нам понадобятся обязательно сливки от 33%. Можно 33% и выше, но не ниже. Нам нужно будет ягодное желе. Так. Мы сделали его из свежих ягод и желатина. У нас получится мороженое, похожее на легкий мусс. Оно не будет таять, как обычное мороженое, а будет очень вкусное, нежное. А вот я вижу, у вас много на блюдечке что-то такое вот. Что это такое, я не знаю дальше. Да, мы будем делать из одной основы с разными наполнителями. У нас здесь вот хрустящий слой. Он сейчас жидкий, но он загустеет и будет хрустящим. Здесь, значит, глазурь кондитерская, хорошего качества, орешки и вафля карамельная. Это воздушный рис в шоколаде. Мы тоже его будем использовать. Этой посыпкой, это тоже воздушный рис в шоколаде. Будем украшать наше мороженое. Это вот глазурь. Мы потом из нее сделаем глазурь для эскему. Сейчас мы будем взбивать сливки. Сливки должны быть очень хорошо охлажденные, жирные. Тогда только они хорошо взобьются. Мы сливки взбиваем без сахара, потому что сахар у нас будет в желе ягодном. Оно уже сладкое. Вот мы взбили сливки. В такой кухонной машине они взбиваются немножко быстрее. Нам нужна вот такая консистенция полузбитых сливок, чтобы наше мороженое было мягкое. Сейчас мы добавим сюда уже наше ягодное пюре с желатиной. Немножко отставим для того, чтобы сделать наполнитель. Мы его немножко разогрели, так как оно у нас немножко загустело в холодильнике. Чтобы хорошо и равномерно оно размешалось, мы его немножко разогрели. Но не горячего состояния. Комнатная температура должна быть. Вот включаем комбай и наливаем. Взбиваем примерно минуту, чтобы все хорошо перемешалось. Теперь достаем когитерский мешок и выкладываем туда наше мороженое. Нам не нужен такой густой мусс, потому что мы делаем мороженое. А вообще такой можно сделать крем для торта. Только взбить сливки погуще и добавить в желе немножко больше желатина. Вот взбить в крепкую пену сливки, добавить туда наши ягоды. И у нас получится отличный муссовый пюре. Вот у нас подготовили мы формочки для эске-мороза. Если у кого-то нет формочек, сейчас можно это все приобрести в кондитерском любом магазине. Сейчас мы отрежем как раз вот этот кончик. И у нас получится, да, будем заливать. У нас получится аккуратно. Аккуратнее, чем если бы мы делали ложечкой. Потому что ничего не убежит. Теперь наполняем формочки нашим мороженым до половины. Насыпаем сверху хрустящие вафельки, орешки, воздушный рис. И снова заливаем. Это мы ставим вот сюда, пока носиком вверху, там удобно будет. У нас есть стаканчики тоже бумажные, мы заливаем туда. Правильный выбор. Постали рядом с Ольгой Васильевной. Дальше. И немножко жидковатое, но мы сверху вот так вот зальем. И у нас будет... Это не важно, что оно не ровно. Нам будет все равно вкусно. Оставшееся мороженое заливаем в стаканчики. Лучше брать ламинированное. Сейчас нам нужно закрыть наше эскимо пленкой, чтобы убрать холодильник. Держите. Стаканчики мы не будем закрывать, мы закроем эскимо. Это делается для того, чтобы когда мы будем макать в шоколад, чтобы у нас не было конденсата на нашем морожене. Вот так закрываем пленочкой и убираем в морозилку. На 4-6 часов, чтобы оно до конца заморозилось. Пока наше мороженое уже вот готово, и мы будем делать глазурь, да? Да, будем делать глазурь. Самое любимое Насте на занятие, да? Да. Макать эскимошки в глазурь. Для этого нам нужно... Вот весы у нас есть. Высокий стаканчик, чтобы мы могли туда окунуть. Берем вот нашу глазурь. Так. И отмеряем. Нам нужно 200 грамм. 200 грамм. Хорошая у тебя бабушка Настя оставила немножко. Угощайся. Светлана, не хотите? Ну, одну только. Ну, вкусно. Очень. Вот, не знаю, шоколад, конечно, не очень всегда продается, да? Вот качественный. Но это же натуральный шоколад вот этот. Ну, вот эта фирма, которая делает. Здесь единственное, ну, вот глазурь, чем от шоколада отличается. В шоколаде нету сухих веществ, там только какао тертое, какао масло. А в глазурь добавляется еще какао-порошок. Это единственное отличие. Ну, вкусно. Этим оно удешевляется просто. Да, ну, вкусно. Поехали дальше. Теперь нам нужно добавить немного масла. От солнечного? Любое растительное, без запаха масла. Ух ты. Это сделает нашу глазурь более текучей. И слой у нас получится более тонким. Ясно. Отмеряем. Здесь у нас 200 грамм. Так. На 100 грамм нам нужно 20 грамм масла. Значит, мы сюда наливаем 40. Уберю. И теперь мы будем вот это вот все растапливать в микроволновку. Импульсами нам нужно будет раза 3, 30 секунд на средней мощности, чтобы не перенурить. Так. Дальше наш следующий шаг какой? Ну, мы приготовили с вами глазурь. Так. Растопили ее. Вот она у нас жидкая. Ложечку мы уберем. У нас вот мороженое. Вот наше с хрустяшкой. Так. Красиво, вижу. Да. Макай. Твое любимое занятие. До конца. Давай немножко так наклоним. Поворачиваем. А, вот оно как. До конца, чтобы вот... Вот там еще. Вот. Поднимай. И держи, пока оно не стечет. Смотри, оно у нас стало матовым. Вот уже не течет. Мы его кладем вот сюда. Быстро. Можно тоже попробуем? Можно. Так. Берем мороженое. Окунаем. Чуть-чуть наклоните. Не жалеем. Так, 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 так. Опа. И держим. Это вот у нас тоже глазурь фруктовая с клубничным вкусом. Тоже очень вкусная, ароматная. Можно, кстати, обмакать и в такую глазурь пирожную. И пирожное, и вот мороженое. Нет, уж давайте лучше в шоколад, а потом еще глазурь. Так будет лучше. Настя, скажи. Да, вот мы ее разогрели. Я буду сейчас поливать, а Настя будет сразу сыпать вот этой посыпкой. Я буду уже посыпать. Давай. Бери в ручку сразу. Ее нужно сыпать сразу, пока глазурь не застыла. вот в таком виде можно положить если вы не хотите их кушать сразу в морозилку и оно сохранится у вас можно даже заранее приготовить вода гости к вам придут достать и угостить спасибо вам светлана за подсказку я думаю именно так можно сделать и рождение или гости на пороге достал себе и пожалуйста вот что у нас получилось какая красота а мы это пробовать будем конечно ухты ну что грубой какой выбираете так я вот это такое так светлана вам я возьму а если разрешение оператору дам то что стоит облизывает роберт ты ешь но не забывай ешь но не забывай нас тоже снимать хорошо пробую настоящее у меня с твоей хрустяшкой они по моему просто губничная но что света большое спасибо мороженое действительно вкусное я даже не ждал что так получится я не представлял что домашних условиях можно приготовить мороженое которое гораздо вкуснее чем то что мы покупаем магазина это факт зрителя не верите попробуйте приготовьте сами вам все рассказали все показали и убедитесь что это правда так что мороженое у нас сегодня получилось пальчики оближешь служба по контракту на границе не только почетно и надежно но и гарантирует военнослужащему и его семье достойную жизни уверенность завтрашнем дне о том какие социальные льготы предусмотрены для контрактников и кто в первую очередь может претендовать на службу в этих пограничных войсках мы поговорим с сотрудником отдела кадров пограничного управления фсб россии по карачаве черкесии кириллом назаровым и так кирилл здравствуйте скажите пожалуйста кто какие категории граждан в первую очередь могут претендовать на службу в пограничных войсках по контракту здравствуйте ольга значит в первую очередь это претендует в основном молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет прошедшие срочную службу вооруженных силах или российской федерации либо иных силовых ведомствах имеющие соответствующее образование не ниже 11 классов и подходят по своим состояниям здоровья морально психологическим качествам и соответственно желающие проходить службу в нашем ведомстве понятно кирилл а скажите может ли случиться так что вот пришел человек хочет служить по контракту а ему сразу отказывать бывали ли такие случаи конечно бывали такие случаи если он не отвечает первоначальным требованиям то есть это отсутствие соответствующего образования отсутствие срочной службы в армии либо по контракту в другой другом силовом ведомстве если не имеются судимости если даже если он лишался водительского удостоверения за употребление наркотических или алкогольных веществ за рулем за это был лишен водительского удостоверения мы таким тоже отказываем понятно а скажите вот пожалуйста само оформление службы по контракту сколько занимает времени потому что вот многие говорят что длится очень долго ну знаете у нас сроки здесь да это очень длительный процесс и сроки здесь различные все сугубо индивидуально ну это зависит от состояния здоровья во первых самого кандидата потому что некоторые проходят военно-врачебную комиссию пришел за день и все прошел а некоторые начинают проходить там до полугода там одно заболевание сказали пролечиться придешь что там второе там и так далее ну плюс проверочные мероприятия в отношении тоже сугубо индивидуально поэтому здесь где-то от шести месяцев это самый самый быстро который мне человеку устраивался это будет за восемь месяцев а скажите кирилл ну хорошо вот мы все прошли на какой срок подписывают контракт здесь есть предусмотрено два срока подписания контракта первый это если кандидат будет назначен на сержантскую должность опять-то рассматривается по материалам изучения кандидата если он означается на сержантскую должность это будет три года с испытательным сроком 3 месяца если он рассматривается на должность прапорщика это пять лет без испытательного срока идет но потом мы уже продлевать контракт последующим он может продлевать контракты на те сроки которые ему скажем так удобны То есть, вплоть до достижения предельного возраста, до 45 лет, он может заключить контракт и больше не заключать контракты. Понятно. Скажите, Кирилл, вот мы подошли, наверное, к самому главному вопросу, который интересует всех, особенно родителей, я так думаю, потенциальных военнослужащих. Какие социальные льготы предусмотрены военнослужащим, тем, кто служит по контракту в пограничных войсках, федеральным законодательством? Что они получают от государства? Пакет социальный год у нас очень, довольно-таки, в принципе, хороший, как, в принципе, и во всех силовых ведомствах, где есть военнослужба. Ну, во-первых, это стабильное денежное удовольствие. Во-вторых, это бесплатное медицинское обеспечение. В-третьих, это возможность приобретения жилья, то есть, стать участником накопительной почечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, приобрести жилую квартиру, дом построить, либо купить готовый дом. Это, как бы, уже дело самого военнослужащего каждого. Значит, оплачиваем отпуск, соответственно, 45 суток в течение календарного года, плюс время затрачиваем на дорогу и обратно, дополнительные сутки отдыха. Ну, и по окончании срока службы это стабильная пенсия, которая потом, ну, и плюс тоже медицинское обеспечение, которое уже на пенсии сотрудник уходит, заслуженный отдых, он тоже продолжает оставаться на пенсии. На пенсии медицинское обеспечение получает без проблем, в том числе лечение в госпиталях наших ведомственных, санаторно-курортное лечение, это дома отдыха, санатории различные, ведомственные, которые находятся на территории всей Российской Федерации. Вот скажите, контрактник служит, его все устраивает. Он хочет служить в дальнейшем, строить карьеру, стать настоящим офицером. Какие условия для этого существуют? Реально ли это в жизни? Ну, на данный момент это реально. Единственное, к военнослужащим, претендующим замещением домашних офицеров, предъявляются очень высокие требования. Это начиная элементарно от дисциплинарной практики, то есть наличие дисциплинарного взыскания, как он себя показал, по службе, положительные, отрицательные моменты, плюс образование, соответственно, состояние здоровья, ну и готовность проходить службу в любом регионе Российской Федерации. У нас очень на данный момент сейчас много ведомственных вузов, которые просто выпускают по стечении пяти лет лейтенантов. Ну, естественно, как бы, в первую очередь мы их размещаем при наличии вакантных войск и должностей. Если сотрудник отвечает требованиям и желает быть, то мы рассматриваем, проводим все этапы изучения его и, соответственно, уже предлагаем ту или иную воинскую должность. То есть это может быть не обязательно в нашем управлении, это может быть в любом другом управлении, которое расположено на территории Российской Федерации. Вот так. То есть школьник, например, если он уже знает, вот закончились у нас выпускные, да, он хочет служить, стать военным. Есть вузы специальные, но также, если я пойду служить по контракту и решу, что меня это вполне устраивает, я хочу продолжить службу, если я себя хорошо покажу, и мне могут дать направление, да, я могу рассчитывать на то, что я буду поступать в ведомство военное, высшее учебное заведение. В ведомство, да, вы имеете право поступить, но есть с одной оговоркой, что там ограничено возраст поступления, всего до 23 лет. До 23? Да, и при наличии 11 классов образования, то есть средне-полно-общая, либо средне-профессиональное образование. При наличии, если у вас уже есть высшее образование, то в вузы в наше ведомство вы уже на очную форму обучения не поступите. Только на заочную? Только на заочную. Ну и то это получение опять гражданской специальности, то есть военный вы уже не получите, специальность, звание вы уже не получите лейтенанта офицерского. Поэтому, если кто хочет поступить, быть офицером, я уже рекомендую в выпускной классе, в 11 классе, уже обращаться в наше управление, начинать проходить вот с августа-сентября, все этапы изучения, предоставлять документы, писать заявления и начинать уже определяться с конкретным направлением, куда вы хотите поступить и в какой вуз. Кирилл, а скажите вот, пожалуйста, о ротации кадров, потому что этот вопрос тоже волнует всех, кто хочет служить по контракту в пограничных службах. Если я житель Карачаево-Черкесии, я поступила на службу по контракту, есть гарантия, что я останусь служить в Карачаево-Черкесии или меня могут отправить куда-то? Потому что бывает, что пограничников служить по контракту кидают сегодня в Сочи, завтра в Западной Сибири и так далее. Что на самом деле происходит? У нас вопрос ротации, да, актуальный на сегодняшний день. Жители Карачаево-Черкесии, которые поступают к нам на военнослужбу по контракту, в любом случае мы его первоначально зачисляем в наше управление. В течение службы он обязательно будет ротирован, но у нас ротация происходит в основном по Северному Кавказу, между республиками. В республику установлены сроки службы, по истечению сроков службы он возвращается обратно сюда. Ну и плюс между подразделениями тоже, соответственно, мы периодически людей перемещаем, переназначаем. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы сотрудник не втянули его в криминальную среду, не втянули его в коррупционную составляющую, чтобы там не было, так сказать, кумовства, который там, пользуясь сложным положением, помог ему совершить то или иное противоправное действие. Вот для этого и делается все это перемещение. Понятно. А скажите, пожалуйста, Кирилл, вот популярностью пользуется служба по контракту в армии. Много ли сейчас желающих служить? Желающих много, но не все проходят, потому что все-таки отбор у нас серьезный идет. Некоторые реально оценив свои силы и не приходят, хоть и желание их есть, но оценяя свои силы, возможности играть, что там по состоянию здоровья, либо там в автопиографическом прошлом были какие-то черные пятна, по которым не сможешь поступить. Поэтому не все приходят, скажем так. Ну что ж, спасибо вам, Кирилл, за то, что пришли, ответили наши вопросы. Я желаю вам хорошей, спокойной службы и хороших призывников. Спасибо. Ну а вам, дорогие зрители, я желаю хорошего дня. Готовьте мороженое. Увидимся вечером, как всегда, в 17.15.